Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за приглашение поучаствовать в такой интересной сессии, за возможность пофилософствовать. Действительно, в моем докладе практически не будет разговора о каких-то вариантах терапии, за небольшим исключением. В общем, честно говоря, не очень легко дался этот доклад, но понятно, что чем больше вникаешь в какой-то вопрос, тем больше вопросов возникает. Но поделюсь с вами своими размышлениями, давайте, может быть, поспорим, подискутируем. Итак, тройной негативный рак молочной железы. Но если любого онколога разбудить среди ночи и спросить, что такое тройной негативный рак молочной железы, ну, наверное, каждый без запинки ответит, что это отсутствие экспрессии рецепторов эстрогенов, прогестеронов, ХЕР-2. В большинстве случаев это инфильтративный протоковый рак, высокой степени злокачественности, высокой пролиферативной активности, которая имеет агрессивное течение, чаще страдают больные молодого возраста. Действительно, это так, да, в большинстве случаев. Но давайте разберемся все-таки в нюансах. Как известно, дьявол кроется в нюансах. Это такой вот некий стереотип, от которого, как мне кажется, нам вскоре придется отходить. Потому как уже на этапе даже гистологической оценки этой опухоли существует выраженный гетероген. Да, действительно, наиболее часто встречается инвазивный протоковый рак высокой степени злокачественности, но посмотрите, какой спектр большой. И встречается дольковый рак, плеаморфный вариант, и нейроэндокринный карцинома, и метапластический рак, причем высокой и низкой степени злокачественности, которые существенно отличаются по прогнозу. И не надо забывать о благоприятных подтипах с тройным негативным фенотипом. Медулярный, апокринный, аденокистозный. То есть мы видим, что опухоли совершенно разные, которые существенно отличаются и по прогнозу в том числе. Ну, разве что ленивые последние годы в каждой презентации, касающейся тройного негативного рака, не говорят о выраженной гетерогенности этой опухоли. И мы, как правило, просто это констатируем, да, потому что пока как-то клинически использовать это знание пока не представляется возможным. Но, как мне кажется, все-таки надо к этому стремиться, да, попробую объяснить, почему. Ну, если говорить про классификацию ПАМ-50, то здесь считается, что порядка 70% это базально подобный подтип, но также есть и люминальный А, и люминальный Б, и Калаудин Ло, да, и ХЕР-2 обогащенный и так далее. Классификации Лемона тут уже у нас 6 подтипов. Два базально подобных, модуляторный, мезинхимальный и люминальный с экспрессиандрогеновых рецепторов. Потом эта классификация немножко видоизменилась до 4 подтипов. И посмотрите, оказывается, это не подавляющее большинство относится к базально подобному подтипу, да, базально подобному 1, а есть существенная разница между первым и вторым, относится всего практически четверть больных, да, практически на 4 равные части вот этот кружочек разделился, да, люминальный с экспрессиандрогеновых рецепторов, мезинхимальный, базально подобный 2 и базально подобный 1. И вот если посмотреть на кривые выживаемости, то лучше всех живут больные с базально подобным 1 подтипом, да. И базально подобный 2 имеет одно из наихудших показателей выживаемости. То есть это совершенно разные опухоли по прогнозу и, по всей видимости, и по чувствительности к терапии. Выделяет уже достаточно много различных путей, сигнальных генов, мутаций, да, которые характерны для каждого из вот этих вот подтипов, подвариантов генетических, да, для которых потенциально есть какие-то пути воздействия, таргетного воздействия. Пока что мы об этом только мечтаем, но за исключением, может быть, антиандрогенов при люминальном с андрогеновыми, с экспрессиандрогеновых рецепторов. Хотя, если говорить про клинику, да, несколько раз, я думаю, что все из нас пытались использовать эти препараты, но как-то особых каких-то выдающихся ответов, к сожалению, мы не видим, да, и в этом надо дальше разбираться. Ну а пока, если говорить об ответе на стандартную терапию, стандартную химиотерапию, совсем по-разному отвечают эти подварианты на химиотерапию. Наибольшую частоту полных регрессий – это базально подобный вариант 1, да, и, естественно, самое низкое – это лар-подтип, и, как это ни странно, базально подобный 2-подтип. То есть это совершенно разные два подтипа – базально подобный 1 и 2. Ну и есть уже такая вот стратификация молекулярная, где объединены и вот эта лемоновская классификация, и ПАМ-50, где люминальный подтип, лар, вот этот подтип, считается, что могут встречаться с молекулярной точкой зрения. Здесь два варианта – люминальный Айбейхер 2, обогащенный. И понятно, что текут они по большому счету, наверное, в большинстве случаев именно как люминальные. То есть это низкая чувствительность к химиотерапии, но при этом неплохой прогноз. Они не достигают полных регрессий, но при этом выживаемость у них не ухудшается. И, наверное, при этом подтипе нам рано или поздно придется думать и говорить не о химиотерапии, а о таких препаратах, как CDK-ингибиторы, PPI-3-киингибиторы и так далее. Ну и если говорить о базально-базально подобном варианте, то здесь тоже как минимум два варианта есть. Мизонхимальность или с низкой экспрессией каудинов, где с низкой иммуногенностью и тоже низкая, к сожалению, чувствительность к химиотерапии. И базально подобность с высокой иммуногенностью, с высокой экспрессией ТИЛС. И эти опухоли чрезвычайно чувствительны, по всей видимости, к химиотерапии. И, конечно, все это я очень надеюсь, что скоро нам удастся как-то учитывать все-таки на практике и в зависимости от этого назначать больным терапию. Но я хотела поговорить немножко пока не о терапии, а в принципе о биологии и о прогнозе. Всегда ли тройной негативный рак – это плохо, это плохой прогноз. Здесь я даже не говорю о вот этих вот молекулярных подтипах, скажем, про люминальный подтип, а в принципе любой тройной негативный рак. И вот мне удалось найти такое исследование, где, ну, вы все слышали, да, что высокой экспрессией ТИЛС, да, инфильтрирующих опухоли-лимфоцитов – это хорошо, это улучшает прогноз. Но это было справедливо для больных, которые получали химиотерапию. Казалось бы, ну, какая нам разница, что нам это дает. Больные получают в любом случае химиотерапию, ну, и у них прогноз лучше. Но удалось найти вот такое исследование, это ретроспективный анализ. Объединились четыре института, подняли свои базы данных и проанализировали выживаемость больных тройным негативным подтипом в зависимости от уровня ТИЛС, который не получали по каким-то причинам одевантную химиотерапию. Почти 500 больных было включены. В основном это были опухоли первой и второй стадии. 83 не имели поражения подмышечных региональных лимфоузлов. И вот это вот пороговое значение ТИЛС составило 30%. И, в общем-то, немаленький процент больных, почти 30%, имели вот этот вот высокий, в соответствии с критериями данного исследования, уровень ТИЛС, треть больных. И что оказалось? Давайте посмотрим. Оказалось, что пятилетняя выживаемость больных с высоким уровнем ТИЛС без химиотерапии составляет 88%. И достоверно выше, чем у больных, которые имели низкий уровень ТИЛС. А если говорить о больных первой стадии, то здесь выживаемость общая, пятилетняя, составила 98%. Вот эти данные меня потрясли, потому что что обычно мы назначаем этим больным в одеванте? Ни много ни мало, полгода химиотерапии. 4 курса АЦ и 12 курсов по клетокселу. А оказывается, что они могут жить припеваючи, даже без какой-либо химиотерапии. Что еще мы знаем о тройном негативном раке в целом, если говорить? Это высокая чувствительность к химиотерапии. И было убедительно показано, что при достижении полной эпидеморфологической регрессии выживаемость больных этим подтипом, собственно говоря, такая же, как и при благоприятных подтипах. А частота достижения PCR при стандартной антрациклино-токсан-содержащей химиотерапии, плюс платина, где-то порядка 40-50%. То есть практически половину больных мы можем освободить от плохого прогноза, констатируя у них достижение полной эпидеморфологической регрессии. Но, к сожалению, тоже вот такая небольшая ложка дегтя. Всегда ли больные с PCR имеют хороший прогноз? Это наш постер, который участвовал в этом году на АСКО. Это больные местораспространенным тройным негативным раком, которые получали антрациклино-токсан-платина, содержащую химиотерапию. И мы обнаружили, обратили внимание на то, что, к сожалению, очень большой процент метастазирования в головной мозг у больных с мутацией BRCA. И вот посмотрите, из 7 больных, которые имели прогрессирование в ЦНС, 3 из 7 больных имели полную эпидеморфологическую регрессию. Казалось бы, как хорошо, все здорово, хороший прогноз, но, тем не менее, вот такую закономерность мы обнаружили. Мне кажется, это очень интересно и требует дальнейшего изучения и разбирательства, конечно. Следующий вопрос. А что с больными, у которых осталась резидуальная опухоль? Всегда ли это плохо? Все-таки, как мы видим, не все больные даже с выраженной резидуальной опухолью имеют прогрессирование болезни. Ну и, конечно, здесь очень важный вопрос. Это правильная оценка ответа опухоли на лечение. И, в частности, наиболее, мне кажется, адекватна эта вот система RCB, где учитывается ложе остаточной опухоли, клеточность, количество и размер метастатических лимфоузлов. Все эти данные заносятся в онлайн-калькулятор и выдается класс RCB, где 0 – это полный эпидеморфоз, полная регрессия, и, соответственно, 3 – это наиболее выраженная резидуальная опухоль. И если разбить даже просто по таким классам от резидуальной опухоли при тройном негативном раке, оказалось, что это существенным образом определяет прогноз. И больные с RCB-1 имеют показатели выживаемости, в общем-то, близкие и даже достоверно не отличающиеся от выживаемости больных с достижением PCR. То есть уже это позволяет нам выяснять какую-то прогностическую информацию. Но вот это тоже наши данные. Комплексная оценка резидуальной опухоли, а именно уровень К67 и динамика ТИЛ, динамика инфектирующих опухолей лимфоцитов. И мы обнаружили, что даже больные с выраженной резидуальной опухолью, то есть максимальной RCB-2-3, но при низком уровне К67 и особенно при повышении ИОЛ с низкого первичной опухоли до высокого резидуальной опухоли имеют стопроцентные показатели выживаемости. То есть далеко не все больные с выраженной резидуальной опухолью в тройном негативном раке имеют плохой прогноз. Таким образом, если суммировать вот эту часть, о которой я сейчас говорила, вот приходит нам пациентка, молодая женщина, типичная картина, опухоль G3, 95 и 67, она уже все прочитала про свою болезнь в интернете. Ужас в глазах, да, какая ужасная у меня опухоль, самая агрессивная, самая плохая, что меня ждет, у меня ужасный прогноз. Да, но давайте посмотрим еще раз, вот суммируя все вышесказанное. Часть больных с высоким уровнем ТИЛС вообще живут прекрасно, даже без химиотерапии. Огромный процент больных, а у нас, по нашим данным, в нашей когорте больных, первая-вторая стадия, вероятность достижения PCR вот при таких показателях, молодой возраст G3, 90% и 67, вероятность достижения полных регрессий составляет 80%, ни много ни мало 80%. Ну и, как я уже говорила, даже с резидуальной опухолью, но вот при ее определенных биологических характеристиках выживаемость очень плохая. Поэтому, вот как мне кажется, вот этот стереотип о том, что тройной негативный рак – это всегда плохой прогноз, все-таки как-то вот нам надо ломать. Дальше, идем дальше, да. Что еще может улучшить результаты лечения? Да, это воздействие на резидуальную опухоль. Если изучать ее пути различные, да, вот был произведен мутационный анализ, и оказалось, что более чем у 90% больных есть какие-то мутации или альтерации, на которые можно потенциально воздействовать. И, в общем-то, если посмотреть на правый график, здесь разделены были эти мутации на 5 групп, да, и оказалось, что действительно для всех, для них у нас уже есть препараты, да, и 5-3-кей ингибиторы, и партингибиторы, и CD-кей ингибиторы, которые потенциально могут воздействовать на даже в прогностическом отношении плохую резидуальную опухоль. Но что же сейчас все-таки, кроме химиотерапии, да, если говорить все-таки немножко касаться лечения, да, все-таки мы еще в начале пути, но уже некоторые зачатки, изменения ситуации есть, да. Мы говорим о том, что уже иммунотерапия вошла в стандарты лечения статического тройного негативного рака. Для этого есть предпосылки, высокая частота мутации, инфильтрация опухоли лимфоцитами, высокая экспрессия ПДЛ-1, да. Вот посмотрите, если в целом рак молочной железы это средний моногенный опухоль между низкими, такими как саркома и меланома, да, то есть и внутри самого рака молочной железы выраженная гетерогенность в этом отношении. То есть если люминальный ХИР2 негативный рак здесь практически никаких мутаций не обнаруживается, то посмотрите, какое их количество огромное обнаруживается при тройном негативном раке, да. Опять же было показано, что именно при тройном негативном раке экспрессия ПДЛ-1 высокая наблюдается гораздо чаще, чем при других подтипах, да. И все это создало предпосылки для изучения иммунотерапии, и эти слайды все прекрасно знаете, отезолизума показал выигрыш в общей выживаемости при добавлении к НАППа к литоксилу. И вот тоже свежие данные САСКа 20-го года, что пембролизума при добавлении к терапии на выбор врача тоже показал выигрыш по сравнению с химиотерапией в самостоятельном варианте, да. Конечно, это уже, ну, так скажем, мы бежим за уходящим поездом, к сожалению, при метастатическом раке. И вот есть данные, которые говорят, что с ростом опухоли, чем больше опухоль прогрессирует, да, тем меньше ее чувствительность к иммунотерапии. Возникает так называемый иммун эскейп, да, уже характеристики опухоли, говорит о ее иммуносупрессивном окружении, она уже хуже реагирует на иммунотерапию. Конечно, хотелось бы перенести эту опцию на ранние стадии, да, чтобы иметь возможность излечения больных. И вот действительно исследование КИНОТ-522, где добавление пембролизума достоверно увеличивало достижение ПСР. Ну, цифры не очень большие, да, 64%. В принципе, мы видим такое и на трехкомпонентной химиотерапии, да, хотелось бы большего, тем более, что есть вопросы. И по поводу токсичности, и по поводу стоимости этой терапии. И самое главное, дает ли это в итоге увеличение выживаемости. Конечно, как мне кажется, самое главное все-таки выделить ту группу больных, которые действительно будут существенным образом выигрывать от добавления иммунотерапии. Здесь я вот сама себе задаю вопрос, а нужно ли давать, например, иммунотерапию больным, которые с высоким уровнем тем же сил, да, которые живут и так прекрасно. Может быть, все-таки думать о том, чтобы как-то другие опухоли низкоиммуногенные каким-то образом, я не знаю, может быть, с помощью химиотерапии высвобождаются антигены, как мы знаем, да, повышается иммуногенность, и на них уже воздействует иммунотерапия. Но это так вот в плане размышления. Теперь очень коротко скажу про еще одну возможность терапии тройного негативного рака молочной железы, помимо химиотерапии, это PARP-ингибитор, это версии мутации, да, 17% примерно больных тройным негативным раком молочной железы имеет версии мутации. Основная функция версии – это репарация двунетивых разрывов ДНК посредством процесса гомологичной рекомбинации, и также в процесс репарации ДНК вовлечены ферменты PARP, они отвечают за репарацию одноцепочных разрывов ДНК, и когда в клетке встречаются оба эти ситуации, то есть нарушение гомологичной рекомбинации, нарушение функции PARP, то есть экстезионная репарация основания однонетивых разрывов ДНК, то возникает так называемый принцип синтетической летальности, и клетка погибает. И мы прекрасно знаем, да, два исследования, два PARP-ингибитора показали лучшие результаты безрецидивной выживаемости по сравнению с химиотерапией, но, конечно, опять же, хотелось бы видеть, может быть, PARP-ингибиторы при всё-таки при раннем раке, хотя бы, например, да, в качестве воздействия на резидуальную опухоль при берсеостровном раке после неодевантной терапии. Ну и вот это мой последний слайд, да, мне кажется, что всё-таки рано или поздно мы будем подходить к тому, чтобы делить всё-таки тройные негативные опухоли на различные подварианты, да, вот здесь видите, учитывается и патоморфологическая обычная классификация, и генетическая, и мутации, да, и здесь, в общем-то, не так оторвано это от жизни, да, уже всё, и все эти препараты, и всё это мы можем исследовать уровень ТИЛС и экспрессию андрогеновых рецепторов, и мутации берсей, да, чтобы всё-таки как-то уже начинать более таргетно воздействовать на эти опухоли, скажем, при высококалиферирующих опухолях с высоким уровнем ТИЛС, эффективной и стандартной химиотерапии, да, и возможно думать об использовании иммунотерапии и препаратов платины, то же самое при берсей-мутациях, платина, парп-ингибиторы, ну и при экспрессии андрогеновых рецепторов можно, может быть, каким-то образом интегрировать антиандрогены, если не в самостоятельном варианте, то может быть в комбинации с той же химиотерапией или какими-то таргетными препаратами, может быть, CDK или PI3K-ингибиторами. И я очень надеюсь, что, как сказал Николай Владимирович, нам бы очень хотелось видеть такое же дерево принятия решений при тройном негативном раке молочной железы, как при немококлеточном раке левокола. Но пока мы в начале пути. Спасибо большое за внимание.